Возрождение забытых традиций. В Иванове реализуют проект «Гусли звончатые». Теперь в областной центр будут приезжать знаменитые на всю Россию гусляры, чтобы знакомить ивановцев с этим старинным русским инструментом. Организационный момент на себя взял Центр Русской Народной Традиционной Культуры. Мы были на концерте «Мир гуслей» в Суздале, который проходил недавно. И как раз вдохновились тем, что мы увидели. И, наверное, идея там и пришла нам, чтобы в Иванове тоже люди увидели ивановцы всю красоту. Ну и как раз с Любовью Басурмановым познакомились там. И она согласилась быть первой гусляршей, которая приедет в Иваново. Проходить концерты будут в зале творческого объединения «Классика». За многие годы здесь звучали самые разные инструменты, в том числе и орган. У «Классики» есть публика. За 10 лет уже сформировалась, полюбила наш зал. И, собственно говоря, приходит не всегда даже на музыканта. Иногда вот на что-то такое с изюминой концерт. Если это музыкальный инструмент или какая-то новая форма встречи. У нас проходят и киноклубы, и открытие выставок. То есть мы здесь и экспериментируем, но сохраняя наши традиции. Первые гости проекта – Любовь Басурманова. Виртуозно играет на концертных звончатых 48-струнных гуслях. Мой учитель Дмитрий Борисович Лакшев, он как раз играл вот на таких трапециевидных гуслях. Кстати, вот эти гусли тоже – это его личный инструмент, который достался мне по наследству. И он не просто, а уже усовершенствованные трапециевидные гусли. Лакшин придумал такую перекрестную систему. И вот у него тут не один инструмент, а два инструмента. Ему было мало, скажем так, белых клавиш фортепиано. Ему какие-то еще были нужны другие звуки. Хотел какую-то классику играть, произведение. И он такой вот придумал перекрестную систему с переключателями. Хотя 17 лет исполнительница посвятила баяну, сейчас гусли – на нее самый главный инструмент в жизни. Мне так захотелось научиться на нем играть. И это случилось, ну, там, не сразу, потому что на то время вообще не было мастеров, кто делал гусли. И полтора года мы искали мастера. Ну, вот, нашелся человек, сделал инструмент, и потихонечку начали осваивать. Ну, а потом, вот, конечно, там вначале играли пьесы Дмитрия Борисовича Лакшина. Нечего же было играть гусли в данном случае, если сравнивать там со скрипкой, с фортепиано. Вообще не обладает никаким наследием, таким вот нотным наследием. Потому что раньше, в древние времена, все это передавалось на слух, из рук в руки, из уст в уста. Освоиться в этом море струн получилось не сразу. Но зато гусли сподвигли исполнительницу не только заговорить, но и запеть. Высоко, высоко, в чистосе взрыва, птица срыва в лучах поет. Высоко, высоко, ангел вдруг грамот, не устал на меня родить. Меня народ стал просить, а вы нам не споете что-нибудь? Я говорю, да что вы, я никогда не пела, и мне не дано. Но я не собиралась этого делать, но просьбы были от раза к разу. И, честно говоря, меня упрашивали лет семь. И даже некоторые встречались на пути разные люди. И даже, я помню, священнослушители, мы будем за тебя молиться, чтобы ты запел. Даже до таких встреч было. И когда я осмелилась запеть, я поняла, что это очень красиво. Хотя, действительно, мне от природы, так сказать, вокальных данных у меня нет, но пришлось заниматься тоже. В планах организаторов один раз в месяц приглашать в Иваново лучших гуслеров страны. Это не значит, что другие исполнители останутся в стороне. 19 ноября в классике выступит аккордеонист-виртуоз Сергей Осокин. Любовь Почерникова, Денис Зенисов, РТВ Иваново.